Телеканал НТВ запустит проект «Мои университеты». Один из выпусков посвящен Казанскому университету. Человек, который живет, предположим, в Самаре, и он вдруг узнает, что в Казани есть отличный университет. Время строить планы. Какие новые направления появятся в Казанском университете? Проблема с Мастеркард? Какие манипуляции с картами останутся доступны для россиян? Пока являются карты этих же систем, но выпущенные другими российскими банками. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Зарина Ахмадулина. Казанский федеральный университет поздравляет президента Татарстана, председателя наблюдательного совета КФУ, председателя наблюдательного совета НСМУ, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Рустама Мениханова с юбилеем. 1 марта ему исполнилось 65 лет. В объектив телепроекта «Мои университеты» попадают только лучшие учебные заведения страны. Среди них оказался и Казанский федеральный университет. Подробности далее. Весна, а это значит, что скоро старшеклассникам предстоит сделать свой самый важный выбор. В каком вузе провести свои яркие студенческие годы? Разобраться в этом поможет телепроект «Мои университеты». Вместе с российским телеведущим и актером Антоном Привольновым зрители прогуляются по кампусам и студенческим городкам лучших региональных вузов. Один из выпусков проекта посвящен Казанскому федеральному университету. Человек, который живет, предположим, в Самаре, и он вдруг узнает, что в Казани есть отличный университет. И он приезжает в Казань, он поступает сюда, он меняет свою жизнь к лучшему. И вот это такой путеводитель для старшеклассников, которые хотят понять, а куда, если не в своем городе, какие еще варианты есть. Проект затрагивает и окружение будущего студента, интересные места и достопримечательности города. В Казани это чаша, Кремль, арка влюбленных на Черном озере и другие локации. Проект «Мои университеты», проказанский университет, выйдет в эфир телеканала НТВ 1 апреля. И это не шутка. Не шутка. Включайте слизер, я проверю. Ну а те, кому после выпуска захотелось получить впечатление по ту сторону экрана, могут записаться на день открытых дверей в Казанском университете. Подробная информация доступна на сайте БУЗа. Ариат Нахугушев, Фарид Захитаглы, Универньюз. Согласно информации издания «Бизнес онлайн», ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров выдвинут в совет директоров акционерного общества «Татнефтехиминвестхолдинг». Напомним, что на данный момент Ильшат Гафуров находится в СИЗО города Москва с 22 декабря 2021 года. 15 февраля суд продлил арест до 25 апреля. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отрицает свою вину в совершении преступления. Теперь и архитектура, а не только дизайн. В Казанском федеральном университете с нового учебного года появятся два новых направления. Тему продолжит наш корреспондент. В новом учебном году в Казанском федеральном университете можно будет получить образование в сфере архитектуры. В Институте дизайна и пространственных искусств открылись два новых направления. Одно из таких направлений – это архитектурное пространство и дизайн среды. Акцент в обучении планируется сделать на изучение, проектирование и создание общественных и жилых пространств. В учебном плане упор будет сделан непосредственно на знакомство с типологией различных объектов, чем отличаются общественные объекты от живых, как и внешне, так и с точки зрения функционального насыщения. Второе новое направление – это искусство архитектуры. В отличие от других учебных программ, института дизайна и пространственных искусств, упор в этих направлениях будет сделан именно на теоретические аспекты профессии. Помимо этого, направление искусства архитектуры отличается от других направлений формы обучения. Оно имеет форму очно-заочную, то есть по факту это вечернее образование, и направлено больше на такое знакомство с архитектурой, с проектированием, с историей и теорией архитектуры. Для поступления на новые направления необходимо сдать ряд экзаменов. Абитуриенту предоставлен один экзамен по выбору. Это либо общество знания, либо история, либо иностранный язык. Обязательными экзаменами являются русский язык и экзамен по рисунку. Мы все-таки делаем акцент на архитектурном рисунке, поэтому здесь есть свои особенности, и разница в подготовке в художественной школе и подготовке к архитектурному рисунку, она, я надеюсь, существует. Более подробную информацию по поводу поступления в Институт дизайна и пространственных искусств можно найти на сайте КФУ. Роберт Хасанов, Кристина Колсанова, Андрей Пагаудинов, Фарид Захитоглы. Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается заслушивание программы развития институтов в рамках реализации проекта «Приоритет-2030». В этот раз свою дорожную карту представил Институт экологии и природопользования. Проблема с Мастеркард? Виноваты санкции. Какие манипуляции с картами останутся доступны для россиян, расскажет экономист Казанского университета. Россияне столкнулись с проблемой при оплате карты и мастеркард. Через пару дней после начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых ограничительных мер против Москвы. Власти намерены поддержать бизнес. А какие альтернативы есть у людей? Альтернативой пока являются карты этих же систем, но выпущенные другими российскими банками. Воспользоваться можно будет картами МИР, ну а каких-либо других альтернатив может и не быть. Придется расплачиваться по старинке банковскими переводами, прямыми переводами с банковского счета на счет зарубежного банка. По словам Пресс-службы национальной системы платежных карт, виза и мастеркард продолжат работать на территории России даже в случаях самых жестких санкций. Держатели карт не смогут расплатиться ими за границей и на иностранных сайтах. И виза, и мастеркард будут работать во внутренних расчетах, то есть в расчетах между российскими гражданами и юридическими лицами. Санкции коснулись и авиаперелетов. Евросоюз закрыл небо для всех российских самолетов. Теперь россияне могут попасть за границу только с пересадками. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Универньюз. В следующем сюжете наш корреспондент расскажет о турецком поэте и драматурге, чьи книги хранятся в отделе рукописей редких книг Казанского университета. Назым Хикмет Ран – турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель, а также основоположник турецкой революционной поэзии и лауреат Международной премии мира. Родился в аристократической семье. С отцовской стороны у него были тюркские корни и черкесские, польские, грузинские и немецкие со стороны матери. Отец Хикмет Бей был османским госслужащим. Работал в аппарате Министерства иностранных дел Османской империи. Назым Хикмет родился 20 ноября 1901 году. Впрочем, зарегистрировали его рождение только 15 января 1902. Это и считается официальной датой появления Хикмета на свет. Он посещал начальную школу Таш-Мэктеп в Стамбуле, а впоследствии Галатасарайский лицей. В 1918 году Хикмет окончил военно-морскую академию и некоторое время служил офицером на военном крейсере. В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну. О его побеге из Турции написано много. Однако долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джамилю Гасанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКПБ, проливающие свет и на побег Назыма из Турции и на его жизнь в Советском Союзе. Творчество Назыма Хикмета очень тесно связано и с Таи СССР. Так, в Казанском университетском журнале «Татарика» была опубликована интересная статья, которая называется «Назым Хикмет и татарская культура». Татары-турецкие литературные связи там анализируются не на хорошо известных материалах XX века, а, напротив, на произведениях послевоенной эпохи. Назыма Хикмета начали переводить на татарский почти сразу, после его окончательного переезда в СССР. Уже в 1951 году поэт Шайхи Манур перевел стихотворение Назыма Хикмета «Горькая свобода» и впоследствии в Казани активно переводили и издавали на татарском языке поэзию и прозу турецкого классика. Так, в 2005 году Луара Шакерзянова перевела самую известную пьесу Хикмета «Легенда о любви». Несмотря на репрессии и запрет творчества Назыма Хикмета в Турции, он оставался популярным поэтом на родине даже во время Холодной войны. Официальный запрет его стихов был снят в 1965 году, через два года после его смерти. 3 июня 1963 году в 6.30 Назым Хикмет умер от сердечного приступа. Он был похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Его могила до сих пор остается объектом массового посещения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова